МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как приятно сообщать вам с утра, что сегодня завершающий будний день. И впереди нас ожидает два выходных дня. С приятными новостями этим утром ведущая программы «Новое утро» Асель Арастангалиева. Вы смотрите Первый городской телеканал. 3 марта, пятница. И продолжаем радоваться весенним дням. Несмотря на то, что календарная весна-то наступила, а вот в свои законные права еще не вступила. Потому как зима никак не хочет отступать. Вы только посмотрите сайт Гесметио, который на сегодня вновь прогнозирует снег. Ветер со скоростью 7 метров в секунду и минус 6 днем и минус 11 ночью. Радует только одно, что выходные дни будут куда более теплыми и солнечными. В субботу, кстати, сайт Гесметио ожидает минус 2 и минус 5. А вот в воскресенье – 0, минус 4. Так что, кто за эти три зимних месяца не успел выехать за город на базу отдыха, на пикник, воспользуйтесь последними снежными денечками. Хотя, мне кажется, какая разница, какая погода за окном, если в доме тихо, гармонично и комфортно. А в семье достаток, любовь, счастье. И вы наслаждаетесь этой жизнью. Мне кажется, я сейчас описала идеальную семью, которая проживает в идеально новом жилом комплексе Алия. От строительного холдинга K7 Group. Наш генеральный спонсор предлагает сейчас просто невероятно огромное количество вариантов приобретения заветного жилья. И не только жилых квадратных метров, но и коммерческой площади, которая может стать прекрасным стартом для любого бизнеса. К примеру, открытие пекарни в этом микрорайоне или спа-центра. В новом жилом комплексе и для жильцов близлежащих домов также потребуется новый спортивный тренажерный зал. Я уже молчу про мини-маркет. Каким бы бизнесом вы не задумали заниматься, какую нишу не пожелали бы освоить или продолжить развиваться, K7 Group – отличный вариант для рассмотрения успешного бизнес-проекта. А сейчас коммерческую площадь можно приобрести без первоначального взноса, без процентов и переплат на 12 месяцев. И в этом случае для вас один квадратный метр будет стоить всего 100 тысяч тенге. Что касается жилых квадратных метров, то для отдельной категории, это военнослужащие, есть программа военной ипотека. Можно вложить лишь 15% первоначального взноса с годовой процентной ставкой 8% сроком до 25 лет и приобрести заветное жилье. Для остальных категорий граждан тоже существует множество вариантов приобретения квартиры. Как за наличный расчет, так и в ипотеку с первоначальным взносом 50%, с рассрочкой от K7 Group по программе обмена авто на квартиру Трайден и по программам от Отбаса Банка. Есть еще и цифровая ипотека от банков Ридом Финанс 7-20-25. Телефон для справок 8-747-207-0404. А вот Инстаграм – собачка K7 Group от Тубе. Доверяйте лучшим? Стройте будущее вместе с K7 Group. Стройте будущее. Третье марта – пятница. Впереди выходные дни. Предлагаю провести репетицию 8 марта. Пока есть время подыскать и подобрать подарки маме, сестре, тете, подруге, коллеге, жене. А я лишь напомню, что найти качественные презенты, которые будут полезны в быту, можно в магазине «Турка Ви» по проспекту Сангибай-Батыра-24Т. У них ежедневные скидки и постоянное обновление товара. К примеру, сейчас отличные скидки в честь Международного женского дня. Комплект «Лизбон» – 3, плюс 3, плюс 1, плюс 1, а в итоге 8 комплектов со скидкой всего за 800 тысяч тенге. Аналогичный комплект «Пабло», «Вэлдес», «Прада», «Астория» – в честь Международного женского дня тоже со скидкой. И думаю, вы помните, что акции 0012 в «Туркави» тоже действуют. И даже если вы задумались о том, чтобы подарить кому-то на новоселье набор посуды, тогда вам тоже в «Туркави», потому что здесь часто проходит распродажа посуды. Скидки до минус 50%. Но помимо этого в «Туркави» есть и очень оригинальные деревянные наборы. Все для ванны, бани, постельной принадлежности, очень оригинальные дизайнерские предметы интерьера для квартиры – все это есть в «Туркави». Конечно, самым удобным вариантом будет подписаться на их аккаунт в Инстаграм – «Собачка Туркави», чтобы быть в курсе всех супер-скидок. Магазин расположен по проспекту Санкибай-Батыра, 24Т. Есть еще, кстати, бутик «Даби» в торговом доме «Мега Шигэс». Третий блок – нулевой этаж. Субтитры подогнал «Симон» Пока рассказывал о самых последних новинках, время пролетело и настал час звезд. Давайте узнаем, каким будет 3 марта для знаков «Зодиака». Астропрогноз на 3 марта. Овен. Позаботьтесь о своей репутации. Знакомые могут обсуждать какой-то ваш двусмысленный поступок, гадая о его причинах. Слухи не должны зайти далеко, поэтому будьте максимально благожелательны в общении. Сделайте искренний вид, если не можете открыто рассказать другим, что на самом деле произошло. Телец. Предстоит совместно с другими членами семьи решать некие проблемы, связанные с жильем. Хорошее время для переезда в новый дом или квартиру. Возможны значительные денежные расходы, хлопоты и суета до позднего вечера. Близнецы. Не тратьте время и силы на пустые споры. Пользы от них сейчас никакой. Намного рациональнее пересмотреть свои планы на ближайший месяц. Сегодня вам необходимо экономно расходовать имеющиеся средства. Откажитесь от покупок, которые можно отложить на потом. Рак. День получения новостей. Утром возможна краткосрочная поездка по делам, расходы, решения повседневных бытовых или финансовых вопросов. Во второй половине дня возможно получение подарков, поощрение на работе со стороны руководства или благодарность коллег. Лев. Может появиться смутное ощущение тревоги или нехватки чего-то очень важного. Поводов для беспокойства на самом деле нет, просто шалят нервы. Займитесь собой, сделайте гимнастику, выпейте успокаивающий чай, совершите прогулку, купите игрушку антистресс. Дева. Приложите все усилия, чтобы уклониться сегодня от конфликтов и споров, а не мешает закончить важное дело, которым вы сейчас заняты. Просто игнорируйте тех, кто ведет себя неадекватно и провоцирует ссору. Весы. Рекомендуется выливыми усилиями держать в узде свои эмоции, сейчас они выдают ваши истинные чувства больше, чем следует. За советами есть смысл обращаться только к авторитетным для вас людям, имеющим большой опыт в тех делах, которыми вы занимаетесь. Скорпион. Вы получите массу комплиментов от малознакомых людей и станете объектом навязчивого внимания. Соберите всю токсичность, чтобы отшить ненужных поклонников, тем более ничего серьезного с ними в ближайшем будущем не светит. Стрелец. Ответственный день. От того, как вы будете сегодня действовать, зависит успех в ближайшем будущем. Рабочие вопросы не терпят отлагательств, личную жизнь придется немного отодвинуть на второй план. Возможностей увидеться или полноценно пообщаться с друзьями мало. Договоритесь о встрече в другие дни. Козирог. Бережно отнеситесь к своему здоровью. Не утомляйте себя долгими прогулками и спортом. Сегодня вы не в лучшей физической форме, но это не мешает получать удовольствие и пользу от спокойных занятий. В личной жизни все идет гладко. Серьезных новостей ниоткуда не ожидается. Водолей. Сегодня возможны пророческие сны. Постарайтесь их запомнить и расшифровать. Не доверяйте никому в выполнении важного для вас дела. Все выполняйте сами. День подарит ощущение высокой скорости событий. Они будут сменять друг друга, как в калейдоскопе. Рыбы. Вы получите ложное известие, поэтому не торопитесь действовать. Проверьте источник новостей. Утро и первую половину дня рекомендуется посвятить работе или бытовым вопросам. Более внимательно, чем прежде, отнеситесь к своим тратам. Жесткая экономия ни к чему. Но от некоторых крупных покупок сейчас лучше воздержаться. Не для всех день бывает удачным, но это, наверное, к сожалению, а может быть и к счастью. Это как с лотереей. Не знаешь ведь, выиграешь или проиграешь. Но с сетью магазинов «Анвар» вы всегда в выигрыше и всегда в плюсе. А все потому, что «Анвар» предлагает супер цены на продукты и акции, скидки на товары. К примеру, до 7 марта в гипермаркете «Анвар» супер цена установлена на бедро цыпленка-бройлера – 1199 тенге за килограмм. Минус 20% на биокефир «Село Лесное» жирностью 2,5%. 900 грамм, кстати, емкость. Если до акции оно стоило 486 тенге, то сейчас с учетом скидки всего 388 тенге. Макароны «Роллтон» 400 грамм, тоже со скидкой в минус 25%. Сейчас их стоимость начинается от 213 тенге. Супер цена вас ждет и на тушенку главпродукт – 340 грамм, со скидкой в минус 25%. То есть, если до акции ее цена была 465 тенге, то сейчас всего 348 тенге. Будьте подписаны на их инстаграм «собачка-анвар-ритейл», чтобы быть в курсе всех скидочных предложений и акций. Ну что ж, друзья, закупили продукты, накрыли стол, а узнаем, какие даты можно отметить уже сегодня. Давайте посмотрим календарь в эфире Первого городского телеканала. В мире сегодня отмечают Всемирный день писателя. Внести эту дату в календарь праздников было решено на 48-м конгрессе международного ПЕН-клуба, состоявшемся в январе 1986 года. Клуб с необычным названием ПЕН, в переводе с английского «ручка», хотя в действительности название организации является аббревиатурой, образованной первыми буквами слов «поэт-очеркист-романист», был основан в Лондоне в начале 20 века благодаря писательнице Кэтрин Скотт. Кроме того, сегодня отмечается еще один международный праздник, но на этот раз с подачей Генеральной Ассамблеи ООН. Данная организация своей резолюцией от 20 декабря 2013 года постановила прогласить 3 марта Всемирным днем дикой природы с целью повысить уровень осведомленности широкой общественности в вопросах дикой фауны и флоры. В том же году отмечалось 40 лет со дня принятия другого важного документа в сфере защиты природного многообразия. Назывался он «Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения». Рождению праздника в Синахоон предшествовала инициатива участников конференции сторон Ситис, проходившие в Таиланде весной 2013 года. Всего под их защитой находятся примерно 6 тысяч видов животных и 33 тысячи видов растений. Они перечислены в трех приложениях Ситис и сгруппированы по степени угрозы их исчезновения. Всемирный день слуха, учрежденный Всемирной организацией здравоохранения, ежегодно отмечается 3 марта. Предполагается, что в этот день медицинские и волонтерские организации в разных странах должны проводить мероприятия, направленные на то, чтобы повышать осведомленность населения о возможных проблемах, связанных со слухом. В свою очередь ВОЗ обещает оказывать государством, состоящим в организации, всестороннюю поддержку при разработке и осуществлении национальных программ лечебной и профилактической помощи людям с заболеваниями ушей и проблемами со слухом. На сегодняшний день потеря слуха считается самой распространенной сенсорной формой инвалидности в мире. Миллионы людей во всем мире живут с инвалидизирующей потерей слуха. По данным ВОЗ, к 2050 году почти 2,5 миллиарда человек во всем мире, то есть каждый четвертый, будут страдать той или иной степенью потери слуха. В Японии сегодня отмечают День девочек. В этот день девочки в нарядных кимоно, как настоящие дамы, ходят друг к другу в гости, дарят и получают подарки, угощаются сладостями и любуются куклами. В игровой форме девочкам прививаются правила хорошего тона, понятия о чертах характера, которыми должна обладать женщина, и умение бережно относиться к ценным вещам, сдерживая свои желания и капризы. В 2018 году, 3 марта, состоялась официальная церемония подписания Казахстаном договора о запрещении ядерного оружия. Договор был подписан постоянным представителем Республики Казахстан при ООН Кайратом Умаровым. Наша страна стала 57-м государством-подписантом. Документ вступил в силу по прошествии 90 дней после сдачи на хранение 50-й ратификационной грамоты. 176 лет назад родился американский ученый, изобретатель и бизнесмен, основоположник телефонии Александр Белл. Еще в Шотландии Белл начал интересоваться возможностью передачи сигнала по каналам электросвязи. В Канаде он продолжил заниматься изобретательством, в частности создал электрическое фортепиано, приспособленное для передачи музыки по проводам. В 1876 году он получил патента, описывающий метод и аппарат для передачи речи и других звуков по телеграфу с помощью электрических волн. Фактически речь шла о телефоне. Год спустя он вместе с двумя партнерами основал компанию Белл Телефон, а через год в Нью-Хэвене, штат Коннектикут, представил работу первого телефонного коммутатора. В этом же году Белл женился на своей ученице Мейбл Хаббарта. В 1882 году он стал гражданином США. Белл скончался 2 августа 1922 года в своем поместье Бейнбреи, близ городка Бадак, в канадской провинции Новая Шотландия. После его смерти все телефоны Соединенных Штатов были отключены на минуту молчания в честь памяти Белла. Субтитры создавал DimaTorzok Пятница, 3 марта. Приветствуем вас на Первом городском. Вы смотрите программу «Новое утро» в студии Асель Арастангалиева. Все вы знаете, что сейчас идет агитационная работа. Ведь 19 марта пройдут выборы в нашей стране, в нашем регионе и в нашем городе в том числе. И прямо сейчас у нас в студии в гостях кандидат в депутаты областного маслехата Айзада Нурлановна Балмагомбетова. Айзада Нурлановна, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рады вас видеть. Наши телезрители, наверное, больше все-таки вас знают по социальным проектам. Да. Теперь вы решили выдвинуть свою кандидатуру в депутаты. Почему? Вот я задаю всем, наверное, стандартный вопрос. Почему? С какой целью? Я писала неоднократно много проектов, которые, к сожалению, не прошли до верхов и остались без внимания местных властей. Сейчас я нацелена на то, чтобы изменить всю систему в корне и дать жителям нашего города уверенность в завтрашнем дне. Я также, как и все, устала от коррумпированной системы и пора менять структуру. Если есть единомышленники, я прошу сплотиться, чтобы искоренить данные проблемы в целом. Айзада Нурлановна, вот я с вами впервые пишу, честно признаться, интервью, но я знаю вас заочно, потому что, когда наши коллеги из информационного отдела программы «Факт» снимают видео, репортажи, они приезжают к вам. Но, тем не менее, независимо от того, что все-таки мы СМИ, мы должны знать людей в лицо, да, особенно если занимают руководящие должности, если речь идет об общественном фонде, если речь идет о помощи социальной людям. Но мне бы хотелось, чтобы все-таки вы сами познакомили, какая у вас деятельность, почему вы решили заняться именно этим. Как получилось, что вы открыли общественный фонд и почему решили помогать людям? Ну, если представиться, да, например, зовут меня Балмагометова Айзада Нурлановна, родилась 4 сентября 93-го года рождения, мне 29 лет. Родилась я в Октябрьской области, в городе Октябрье, на протяжении всей жизни проживаю в городе Октябрье. На данный момент я являюсь директором-учредителем благотворительного фонда «Фонд помощи продуктовая корзина», директором-учредителем бесплатного социального магазина для всех нуждающихся семей, организатором волонтерской группы «Рахим», организатором проекта «Фудбанк», руководителем проекта «Бумеранг Добра». На этом мои планы не завершены. Очень много социальных идей и проектов, которые я в дальнейшем хочу также воплотить в жизнь и дать нашему городу процветание. Если говорить в целом, эти проекты, они работают уже на протяжении пяти лет. Безотказно, без выходных, без перебоев. То есть надеемся на крупные расширения, потому что действительно есть хорошие идеи. И я вижу в них перспективу. Это нужно нашему городу. И по социальной сфере, если смотреть, то очень много нуждающихся семей как раз обращается к нам. И, слава богу, получает решение в данном направлении, как ту или иную помощь от нас. Какую помощь оказывали? Потому что у нас было время до эфира. Мы с вами беседовали, и вы рассказывали истории, когда вопрос с разводом, то есть бумажные вот эти вот моменты, потому что сейчас все упирается в деньги, либо вне знания законов. И в данном случае вы тоже, если я правильно поняла, помогаете консультацией. Да, на подписании, на стадии подписания идет. Совместно мы проект открыли с Курам Тарега. То есть дополнительно, помимо того, что в социальной сфере те или иные семьи, которые оказываются в критическом положении, могут получать у нас в бесплатном социальном магазине. Это в первую очередь идет вещевая поддержка, мужская, женская, детская одежда, мужская, женская, детская обувь, игрушки, куртки, канцтовары и так далее. Сейчас очень приходит хороший спектр гуманитарной помощи. Это памперсы, хосттовары, средства личной гигиены. Буквально вчера Айс Петролиум, Казацкое общество товарища слепых с ограниченными возможностями, они прислали нам матрасы, подушки, одеялы и тепловые пушки. Вот, соответственно, имеется, как и положено, вся документация, акт приема и передачи, доверенности и так далее. Данную гуманитарную помощь мы раздаем нуждающимся семьям, те, кто оказался действительно в критическом состоянии, в положении, те, кто действительно имеет фактор нуждаемости. По новому проекту с Кухам Тарега, дополнительно у нас будет еще и спектр оказания юридической поддержки, суд-кабинет, ЕГО в кабинет. Возможно, кто-то сталкивается с такой проблемой, например, как получить АСП, очень далеко ездить в САБЕС, например, в сонах очень большие очереди, ребенок, если на руках, еще есть ДЦП-диагнозом, то есть как бы таскаться туда-сюда мамочке, это очень будет сложно и накладно. Далее мы подключаем медиацию, какие-то решения судебных моментов. Если, например, есть отцы, которые не выплачивают алименты, также будем курировать и помогать в данном юридическом вопросе решить вот эти проблемы какие-то. Дополнительно мы будем создавать еще и базу лица, первая, вторая, третья группа инвалидности, это взрослые и дети. На бесплатной основе мы будем договариваться с лечерами, с работниками, с медиками. Бесплатный выезд – это инъекции, системы укола и массаж на дом. На бесплатной основе. Если есть действительно такие показания, если человек не способен ездить сам в поликлинику, это тяжелая форма ДЦП, например. Взрослые дети уже, которые ДЦП перешли в момент подросткового периода. Соответственно, если были такие у нас случаи, когда женщина, например, как пример, если говорить, возраст 70 лет, муж уже давно умер, дочке 20 лет, тяжелая форма ДЦП. Соответственно, ей уже по состоянию здоровья, силу своего возраста, тяжело каждый раз и возить ее на массаж. И обратилась она к нам. Два года ребенок уже пропускал массаж, потому что у нее то инсульт, то проблемы с сердцем, давление и так далее. Она уже не в состоянии ее спускать, например, с пятого этажа вниз, тащить ее в поликлинику и так далее. Поэтому по запросам нашего населения, нашего города к тебе, решив совместку с Куаум-Тарега, мы решили объединить все вот эти направления в одно целое, в один новый проект. Вам нет еще и 30-ти. Молодая девушка. У нас, как правило, молодые девушки либо в бьюти-индустрии, либо в бизнесе. Ну что-то. Сферы деятельности такие, которые можно монетизировать. Как получилось, что вы оказались в такой социальной сфере, где вы оказываете помощь всем, без исключения. Это людям с ограниченной возможности, малообеспеченные. Это социально уязвимые слои населения. Да. Я никогда не делила людей на расу, на национальность. По принадлежности к социальному. Если действительно человек нуждается, это не так, например, там, пришла в кавычках, например, там, многодетная мама, и она бьет в грудь, там, мне прям нужна помощь. По фактору приходим, но мы видим иную картину. Семья не нуждается. То есть хорошее жилье, есть своя квартира, есть достаток. Они просто обратились из-за того, что из-за статуса. Это не только, например, как мамы многодетные. Есть и мамы-вдовы, которые содержат бизнес, магазин. То есть и пришли только из-за этого статуса, то, что она там вдова, да, например. Нет, мы работаем именно с нуждающимися семьями. То есть каждого вы проверяете. Есть обмор, проверяем обязательно. Смотрим документацию, есть прием документации. И стараемся выбирать те семьи, которые действительно в критическом положении. Это в первую очередь идут те семьи, которые проживают на дачах, в общежитиях, съемное жилье, дети тяжелой формы заболевания, редкая форма заболевания. И возвращаясь к вопросу, как я к этому пришла, это пришло, если честно, все само собой, в ходе, наверное, жизненных каких-то личных ситуаций. Мало кто знает, что у меня у самой есть старшая дочь, которая имеет инвалидность, редкая форма заболевания. И она к этому меня исподвигнула. В какой-то тот или иной момент я просто задумалась, что вдруг есть такие же мамочки, которым нужна такая поддержка, которая не знает, как решить такие моменты, как быть, куда обращаться, например, где-то облздрав не курит, где-то поликлиника не курит. Началось волонтерство. Со временем это все раскрутилось. Я не ожидала, что меня поддержит местное, в принципе, население, Активинск. Поддержала меня инициативная группа полтора года. Вот я как курирую проект «Бумеранг Добра». Это боксы, установленные в торговых центрах. То есть... В Активе Моле, я видела. В Активе Моле и в Активе Ашары, да. Инициативная группа предпринимателей сами спроектировали данный проект. Организовали его. Может быть, даже они вели сбор, я точно сейчас уже этот момент и помню. Но полностью уже спланировав, придумав локотипы, придумав строение бокса, соорудив его, они передали в мое управление на безвозмездной основе волонтерскую группу «Рахим». Уже полтора года, как этим вопросом, я курирую. И это так, настолько мы раскрутили этот проект, что в неделю 3-4 тонны вещей приходят. То есть местное Активинское население, неравнодушные наши граждане, приносят стабильную одежду. То есть сутки-двое мы уже разгружаем бокс, потому что они уже заполняются очень быстро. Со временем уже, когда работаю с населением, за всю эту деятельность у меня было 3 расширения. Начинала я с маленькой комнаты, потом директор типографии увидел, что мы уже туда не обмещаемся, он выделил нам, Тимур Мирамович, его тогда звали, выделил нам большое помещение складское. Сейчас он не занимает данную должность, сейчас уже вступил новый директор Талгат Каиржанович, и он нам предоставил почти 100-квадратное помещение, тоже 3 расширение. Официально мы уже открыли там в этом, по договору, также безвозмездная основа договора, мы не платим аренду. Оформлено это помещение на благотворительный фонд, тоже на официальном договоре мы сидим. И открыли уже в данном помещении, не как волонтерская группа Рахим, а социальный магазин для нуждающихся семей. И нас подвижали уже в данном случае предприниматели города, к тебе и ПТО, потому что спектр тех или иных товаров каждый раз у нас пополнялся. Я не ожидала такого, в принципе, активности. Активности, да, потому что мы это не так сильно прям постили. Это было в наших аккаунтах, мы писали. Где-то, нет-нет, мы тоже выходили на СМИ, но город нас поддержал. Потому что я не знаю, как предоставляют отчетности другие волонтерские группы, но мои спонсоры, предприниматели знают. Я часто такое проводила. У нас даже был момент, мы по пятницам раздавали хлебобулочные изделия. Сэндвичи Бастау, есть компания такая, личное присутствие директора, он привозил свою продукцию, и прям при нем мы раздавали вот этот вот хлеб, булочки для нуждающихся мамочек. Такую практику я проводила в течение пяти лет. Многие фирмы, которые даже приносили там, пусть будет это молочные изделия, печенье и так далее, мы старались присутствие их раздавать, чтобы они своими же глазами видели на самом деле, что это нуждающиеся рудки. Вот пришли там 20 мешков, пусть будет там печенье. Мы раздали эти 20 мешков, там же при них же. В течение этих пяти лет мне приходилось нарабатывать свое имя, но последние два года уже имя работает на меня. То есть сарафанное радио сыграло хорошо, местные предприниматели, которые ранее со мной работали, уже меня, например, относятся ко мне с уважением и передают мои контакты тем или иным другим своим знакомым, спонсором. Эту практику мы тоже сейчас в данном году вводим дальше. Есть такие предприниматели, которые отказываются от такого, но мы им предоставляем фотоотчет по раздаче, показом, отправляем ссылки, видеоматериал, что вот полностью мы это все раздали. Сейчас, слава богу, что поддержка идет нереальная в действительном образе. И это еще больше воодушевляет на открытии новых проектов, потому что я вижу, что и предприниматели, и наш город поддерживают инициативу такую. Надеемся, что наши проекты будут расти только вверх в дальнейшем и открываться новые какие-то возможности, перспективы. Азада Нурлановна, эфирное время у нас завершено, но все-таки несколько секунд есть. Хотелось бы услышать, чтобы вы сказали актюбинцам, почему необходимо прийти и отдать свой голос. Потому что у каждого своя версия, и в любом случае голос каждого человека, он важен. Именно в этих выборах. За пять лет моей благотворительной деятельности я помогла более 20 тысяч семьям. Это не считая тех семей, которые, в принципе, получали только вещевую помощь. Вещевую помощь, если говорить, это 19 тысяч 200 семей за пять лет. Конечно, сумма уже большая, более 50 тысяч семей. Наверное, не акцентируя даже на этом внимание, я просто хочу призвать к честности наше население и правильности. Если я действительно достойна этого всего, то прошу голосовать за меня. Я не говорю громкие слова, какие-то там обещания, как другие кандидаты, как вообще нынешние депутаты, например. Я уже работаю в данной сфере и буду работать в данной сфере, даже если эти выборы не пройдут. Просто войдя туда, в данную должность, я рассчитываю на то, что крупные проекты, как открытие хостела и так далее, они уже на региональном уровне как-то сыграют. Избирательный участок какой у вас? Седьмой избирательный участок. Седьмой, который будет расположен? Дом дружбы. Дом дружбы. Ассамблея Дом дружбы. Спасибо большое за сегодняшнюю беседу. Напомню, сегодня в студии была Балмагамбетова Айзада Нурлановна, кандидат в депутаты областного маслехата Самого Движенец. На этом наша программа не завершается, лишь попрощаемся с гостем. Буквально через несколько минут включимся вновь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро тем, кто только присоединился. Напомню, сегодня пятница, третье марта. И как известно, наверняка вы помните известную песню «От улыбки станет всем светлее». А весной, что необходимо делать? Конечно, улыбаться красивыми белоснежными зубками, показывая свою доброжелательность и доброту. Но за красивой улыбкой и за здоровыми зубами, конечно же, куда? В Китаров клиник. И сегодня у нас в студии учредители. Итак, знакомлю вас. Китаров Арман Ануарбекович, учредитель и главный врач Китаров клиник. И Ирина Михайловна Стрельникова, соучредитель Китаров клиник. Доброе утро. Доброе утро. Я предполагаю, что все-таки стоматологи всегда с утра улыбаются во все зубы, свои красивые. С чего начинается утро? С улыбки? Или с чашки кофе? Нет, ну, мы там, когда просыпаемся, обязательно, как говорится, ну, я должен хотя бы детей поцеловать. Потом уже... Они настроение поднимают. Когда улыбаются дети, это всегда здорово. Ну, Арман Ануарбекович, наверное, первый вопрос все-таки адресуем к вам, потому что Китаров клиник в нашем городе существует более 15 лет. Я правильно понимаю? 17 лет. 17 лет, если быть точной. Как получилось, что вдруг вы решили свое мастерство, свое дело превратить в бизнес? Ну, до открытия этой клиники я работал в больнице скорой медицинской помощи, а также в медакадемии, сейчас на медуниверситет. Медуниверситет, где вы, кстати, преподаете? Да, до сих пор я преподаю, преподавал студентам, но в конечном итоге понял, что надо развиваться. Мечта была осваивать, как говорится, современные технологии, работать на современном оборудовании, ну, и совмещение, когда совмещаешь такие вещи, это прекрасно. Арман Анарбекович, еще один такой вот момент, вот вы говорите, работали на станции скорой медицинской помощи, я правильно понимаю? Больница скорой медицинской помощи. У вас специальность, вы закончили нашу медакадемию, познакомьтесь немножко с собой, или каким образом? Стаж медицинский у вас? Закончил в Алматинский государственный медицинский институт, в те годы еще не было у нас стоматологии в университете, ну, в нынешнем университете. По окончании я начал работать, со временем открылась, как говорится, кафедра, и я туда пошел и стал работать, и совмещать. Вот, ну, это была мечта. Ну, и 17 лет, это достаточно продолжительный период, на протяжении которого уже, скажем так, формируется доверие к бренду, правильно так будет сказать? Наверное. Все-таки Китаров клиник на данный момент это бренд, которому доверяют. Да, клиника, то есть, извините, пожалуйста, фамилия, ну, я надеюсь, она известная. Известная, звучащая, главное, известная в нашем городе. Кстати, вот, территория нашего города, какие планы на будущее? Забегай немного вперед, наверное, к плану мы еще вернемся. Есть ли в будущем в планах уже расширяться по Казахстану, а может быть, и по всему миру? Это обязательно, конечно. В данном, в этом году будет еще открываться у нас еще одна клиника. И со временем, я думаю, мы будем расти и в другие регионы пойдем. Немного приоткроем секрет по поводу открытия еще одного филиала, потому что у Китаров клиник и так два филиала. И один из них, самый крупный, наверное, находится на одном из главных проспектов нашего города по проспекту Али Молдагуловой. Да, он в самом центре города. В самом сердце города, скажем так даже. В самом центре города, ну, в сердце города. Удобная локация, на самом деле. Не нужно искать в закоулках, особенно если это новый микрорайон, да, сразу же здесь на проспекте. Ну, оно выделяется, если посмотреть, оно, как говорится, в отличие такого яркого желтого цвета на фоне нашего города. Я не скажу, что город у нас серый, но он как-то немножечко, ну, у нас город красивый, ну, как-то немножко отличается от здания, углы бросаются в глаза. Я думаю, те, кто увидят, они всегда люди мне рассказывают, как замечают. Я не знаю, как остальные актюбинцы, но, честно признаться, я, когда увидела в Инстаграм ваш логотип в зеркальных буквах, меня больше, наверное, это как-то подкупило, потому что достаточно так презентабельно, очень стильно, очень красиво. Мы старались, мы старались. Ну, и когда заходишь к вам, два-три этажа сервиса, и когда поднимаешься по лестнице, столько сертификатов, столько граммов. Это... Это накоплен опыт. Просто само желание постоянно учиться, постоянно совершенствоваться. Ну, на этих учебах выдают сертификаты, со временем они накопились, и сейчас все их выставляют. Мы подумали, ну, тоже каицы уставили. Вот. Ну, они просто показатели того, что мы постоянно совершенствуемся. Я, к сожалению, не была во втором филиале, который у нас расположен в 11 микрорайоне. Да-да, это там, это самый первый наш. Со временем мы выросли. Вот. Ну, как говорится, все хотят расти. Два филиала в городе. Это все-таки не только организация в том плане, что это лечение и так далее, но это какие-то хозяйственные такие вопросы, бытовые, которые также решаете вы или есть у вас помощник в лице соучредителя. Ну, мне приходится в большей части заниматься стоматологическими, ну, и мне это больше всего нравится. А так как любая организация требуется там и бухгалтерия, и маркетинг, и менеджмент, и много различных еще побочных организационных вопросов, да, и этим занимается Ирина Михайловна. Вот. Благодарим мы ее. По поводу кадров, там, конечно, идет сплав опыта и молодости, и у нас, как говорится, есть и взрослые, ну, имею в виду профессионалы. В то же время молодежь у нас становится очень замечательной, мне очень нравится с ними работать, что они постоянно совершенствуются, они в тренде современных методов, они так быстро, активно растут, я просто им не восхищаюсь. А они, это ваши студенты, у которых вы преподаете в медвузе, или это уже такой укомплектованный штат, который пришел, вот работает, на практику принимаете? Ну, это бывшие студенты тоже, но сейчас, как говорится, уже полноценные врачи, а так я преподаю интернатуру нашему, так сказать, молодому поколению, который тоже, я думаю, со временем рано или поздно будет. Они у вас в клинике проходят практику, я так понимаю, потому что есть отдельный кабинет, где они могут заниматься, там и доска есть, и полностью укомплектованы все. Да, обязательно мы, я думаю, наверное, мы вам покажем, или же увидят зрители наши. Это очень интересно. Ну, в целом, вот мы говорим о том, что Китаров клиник существует в нашем городе более 15 лет, если быть точным, 17 лет. У вас медицинский стаж какой? Так, у меня он, ну, наверное, уже по порядку 27 лет. То есть почти 30 лет в этой сфере. Я, наверное, не такой старый. Ну, никогда, я веду к такому вопросу, что бывает, что люди как-то кардинально меняют. Вот у вас никогда не было мысли кардинально что-то изменить? Или вот вы решили из муниципального все-таки учреждения уйти в бизнес, да, и это был новым таким масштабным проектом? Что вы под этим продолжаете кардинально изменить? Вот бывает, что меняют абсолютно профессию. То есть человек в одной профессии уходит в другую. Либо, да, как-то монетизирует это свое дело. В нашей профессии у нас, как говорится, сейчас она разделяется намного и увеличивается подразделение. Ну, скажем так, если ты был когда-то лечил, то со временем там хирургии уходишь, или сейчас имплантология сильно развивается, или там протезирование. Настолько прогресс у нас идет очень сильный. И, как говорится, даже иногда думаешь, успеешь, или не успеешь за прогрессом. Но надо быть в тренде. Поэтому постоянно учимся, постоянно совершенствуемся, и, да, действительно, в рамках своей профессии где-то ты что-то меняешь. Это новый взгляд со стороны на профессию и совершенствование. Ну, бренд «Китаров клиник», он известный на слуху у всех, но к вам, я так понимаю, попадают только люди, которым необходимо установить импланты, если я правильно поняла, исходя из Инстаграма. импланты, импланты или же сложные какие-то случаи, все-таки в силу опыта большого, понятно, что каждый старший, он все равно, как говорится, откладывает свой отпечаток. И в силу того, что старший у меня большой, сложный случай ко мне попадает, и стараемся разобраться, помочь. Ну, я думаю, что часто помогаем. Ну, и, конечно же, не могу не спросить, какие услуги предоставляет «Китаров клиник». Услуги у нас весь спектр услуг стоматологических. Ну, там и лечение, и протезирование, и имплантация. Но, помимо этого, мы единственные в городе, кто на данный этап занимается седацией. То есть это не совсем наркоз, это закись азота, которая позволяет, как говорится, погружать человека, успокаивает его и уменьшается болевой порог. Благодаря этому, как говорится, это новизна для нашего города, такого города типа Камис еще нету. И это помогает очень сильно людям. И еще один немаловажный момент, мне кажется, стоит подчеркнуть, что это безопасно, потому что люди должны понимать, что это безболезненно, еще и безопасно, и одно удовольствие лечить зубы. Да, 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 это абсолютно безопасно, это аллергии не вызывает, и различных эффектов нет. Вот это прекрасная процедура. Потому что я из числа большинства, я боюсь стоматологов. Одно дело интервью, но другое дело попасть в кресло стоматолога. Но на себе испробовав, да, на самом деле приходишь, и безболезненно, настолько комфортно, плюс еще и очень коммуникабельный персонал, с которым интересно поговорить, просто не именно на сферу деятельности стоматологии. Ну, наверное, с услугами уже Ирина Михайловна познакомит, дам ей слово. И по поводу акций, потому что мы записываем интервью накануне международного женского праздника, и я знаю, что каждой дате у вас всегда очень интересные проекты разрабатываются, очень интересные акции вы предлагаете для своих клиентов, ну, не только для своих, для активистов. Да, сейчас вот наступает женский международный день, 8 марта, и нашим дорогим женщинам мы дарим акцию 2 плюс 1 и акцию на ультразвуковую чистку зубов в 4 этапа по цене 10 990 тенге. Вот, успейте воспользоваться, дорогие женщины, сияйте улыбками на этот праздник. Главное, улыбайтесь своим мужчинам, своим вторым половинкам, потому что на самом деле от улыбки очень многое зависит. Я очень часто говорю, в коммуникациях улыбка это первостепенная вещь, когда вы знакомитесь или общаетесь с людьми, разговариваете или встречаете, в принципе, улыбка, мне кажется, 50% решает всех проблем. Еще один момент, вот по поводу акции, Ирина Михайловна, раз вы начали говорить, 8 марта, одно, впереди, март просто он полон праздников, наурыз, далее вы уже, в проектах разрабатываете, я так понимаю, потому что начинаются у нас еще и уроза. Далее. Что в планах? Я к тому, что как часто и как быстро уже сразу реагируете, то есть ко дню стоматолога у вас всегда праздники. У нас, да, обязательно, у нас каждому празднику, даже бывают дни, там, День Татьяны, День Натальи, ну, к примеру, да, на эти дни мы тоже Татьяном, например, делаем какие-то скидки, что-то, что-то. И, ну, все акции у нас выкладываются в Инстаграме, мы оповещаем своих пациентов, своих подписчиков, рекламу запускаем, то есть планы большие, маркетинговые, разные акции всевозможные, поэтому, как бы, ну, следите за Инстаграмом, за нашим. Кстати, для телезрителей сейчас скажу, что на экране вы увидите на плашке отдельно и Инстаграм, и номер телефона, по которому можно позвонить и узнать об акциях. Но, мне кажется, достаточно будет подписаться на аккаунт китаров.клиник для того, чтобы быть в курсе всех акций, потому что, на самом деле, кто-кто, но китаров клиник актюбинцев не оставляет без очень вкусных, приятных бонусов. Кстати, вот, есть и постоянные акции для студентов и людей пожилого возраста. Я знаю, что на стойке у вас и люди с ограниченной возможностями тоже. Да. Тоже всегда есть скидки. Да, скидка всегда 20%. Ну, помимо акций, помимо бонусов, я знаю, что китаров клиник участвует в разных благотворительных мероприятиях и социальные, кстати, проекты тоже у вас есть. У нас есть подготовленный сюжет, сюжет посмотрим, а потом мы вернемся в студию и будем далее беседовать по этой теме. Давайте посмотрим сюжет. Китаров клиник, как социально-ответственная компания, очень часто проводит различные акции. Одной из них было посещение детских садов, где врачи-стоматологи рассказывали детям о том, какие напитки не рекомендуется пить, чтобы сохранить зубки целыми, как правильно ухаживать за зубами. А родителям детей, чьи зубы находились не в очень хорошем состоянии, стоматологи в качестве рекомендации поясняли, какие стоматологические услуги можно проводить. Арман Анарбекович, сейчас сюжет посмотрели, достаточно интересный проект был для детей, но я знаю, что он не единственный. И вот в качестве помощи и в качестве мецената вы очень часто, опять же, участвуете. Вы знаете, просто я вспомнил одну историю, хочу вам рассказать. Это дело происходило во время коронавируса в 2020 году. Это было в апреле месяце. У меня есть наставник, бизнес-коуч, Саид Мурат Раджабович Довлатов. И в тот момент он сказал, как раз была паника, город закрыт, ничего, помощи, ничего никакого невозможно было получить. Все боялись этого коронавируса и шарахались друг от друга. Он сказал так, если вы можете помочь народу своему, все, что вы можете сделать, я тогда подумал, чем же я могу помочь нашим людям. И во время коронавируса, когда все его боялись, но зубы-то все равно болели у людей. И я просто подумал и вышел работать. Город остался без стоматологической помощи. Больницы различных учреждений были закрыты. Да, потому что принимали людей, у которых коронавирус, а зубы-то, да, на самом деле. Клиника практически их почти не было. Наша клиника и мы двоим с врачом оказывали неотложную помощь. Люди, которые мучились в этот момент, они не знали, куда обращаться. Это был, конечно, кошмар. Я до сих пор вспоминаю, как они благодарны были, что хотели бы кто-то мог в этот момент помочь. Ну, не знаю, почему-то у меня осталось это в памяти. Целый месяц на протяжении целого апреля мы единственное, кто работали в этом городе. Да, хотела поговорить о благотворительности, а получилась здесь вот такая вот история очень красивая, такая достаточно душесчипательная. Честно признаться, да, тот период вообще был, мне кажется, очень сложным. И в плане помощи... Субы болят, хоть есть коронавирус, хоть нет коронавируса, людям помогать надо. Я думаю, что вот на такой красивой ноте мы завершим беседу, рассчитываю на то, что это наша с вами первое интервью, но не последнее, потому что о многом не успели поговорить, проектов много, интересных, я думаю, планов много и открытие нового филиала, об этом стоит отдельно поговорить, где будет располагаться, опять же, это и штат сотрудников будет набираться, это дополнительные рабочие места, как мы знаем, это всегда плюсом для экономики нашего региона. спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу, рассчитываю на следующее интервью. И вам спасибо, благодаря вам. Напомню, что сегодня на студии был Китаров Арман Ануарбекович, учредитель, главный врач Китаров клиник и Ирина Михайловна Стрельникова, соучредитель Китаров клиник. Улыбайтесь, друзья, уважаемые телезрители, улыбайтесь, ведь улыбка решает практически, ну, половину проблем. На этом наша программа не завершена, буквально через несколько минут вернемся вновь. Попрощаемся с вами на финансовой ноте, ведь бытует мнение, что чем больше денег, тем круче. На самом деле, это не так. Есть популярное заблуждение, чем больше продадим, тем лучше. Далеко не всегда и это так. Есть компании, у которых денег много, а вот посчитали прибыль, оказалось, бизнес убыточный. Как-то так. Потому что нельзя сказать, что бизнес здоров только по количеству денег. Деньги – это лишь один из главных показателей. Вместе с ним нужно оценивать и прибыль, рост капитала, рентабельность, дебиторку. Представьте, что пилот самолета смотрел бы только на спидометр. Чем выше скорость, тем быстрее долетим. Думал бы он, но есть такие показатели, как высота, температура двигателя, маршрутовы полета. Без всего этого успешным был бы лишь один полет из тысячи. И то по воле случая. Поэтому много денег – это, конечно, хорошо. Но не ставьте их на вершину всего. Зарабатывайте столько, сколько необходимо. Тратьте столько, сколько необходимо. Не пытайтесь заработать все деньги мира. Богат не тот, кто много зарабатывает, а тот, у кого больше остается. Учет доходов и расходов доверьте компании «Профсервис». Команда профессионалов по цене одного бухгалтера. Работают они по всему Казахстану. Контакты вы сейчас видите на своих экранах. Номер телефона 8771-858-99-23. А расположены они в микрорайоне БАТОС-2, 5D, офис 4. Вопросы с финансами решит компания «Профсервис». А вопросы с автостеклами и автозапчастями компания «Нордглаз Актубе». Приоритет компании – предоставление качественных услуг по ремонту, замене любых стекол на все виды транспорта, в том числе и на спецтехнике. В «Нордглаз Актубе» самый большой ассортимент автомобильных стекол в наличии, самые выгодные цены, скидки и акции. Найти их можно по проспекту 312-й стрелковой дивизии 24А и на автоярмарке «Автолад» по проспекту Кенеса-Нокена. Вход номер 3, второй этаж, бутик номер 408. Номер телефона 8701-724-0026. Их инстаграм «Нордглаз Актубе». Именно так можно найти их на социальных платформах. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех скидочных предложений и новинок. На этом мы прощаемся с вами, но ненадолго. В понедельник в этой самой студии 6 марта мы встретимся вновь, чтобы порадовать вас хорошим настроением. Удачных выходных и продуктивной вам пятницы. Целую, пока! Субтитры подогнал «Симон»